Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашии программа «По существу». Меня зовут Татьяна Трофимова. В гостях у нас заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, кандидат педагогических наук, руководитель федерации фитнес-аэробики Чувашской Республики, активная участница спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной жизни города Чебоксары и Чувашской Республики Оксана Юрьевна Вербина. Здравствуйте, Оксана! Здравствуйте! Оксана, хочется поговорить с вами о предстоящих спортивных мероприятиях в нашем регионе. В Чебоксарах с 9 по 11 октября пройдет международный форум «Россия – спортивная держава» и заседание Совета при президенте России по развитию культуры и спорта в столице Чувашии. На вас, Оксана, как нам известно, возложена очень ответственная миссия. Это зарядка со звездой, организация или помощь в организации спортивных площадок. Что нас ждет? Расскажите. При подготовке крупного, я считаю, что это очень серьезное соревнование, мероприятие, форум, потому что здесь соберутся все. Это очень важное событие. Посмотрите на почетных и известных людей, заслуженных, и приедут очень много интересных людей. Также при проведении зарядки мы должны учесть все плюсы и минусы предыдущих зарядок, чтобы все прошло без всякой помарки. А именно, начиная со сцены, заканчивая звуком и также расстановку людей. Было бы здорово, если данная расстановка людей символизировала что-то. Допустим, флаг с высоты птичьего полета, да? То есть, единая форма, и она перетекала плавно в какой-то рисунок. Это тоже было бы здорово. То есть, зарядка и какая-то вот единая какая-то картинка очень гармонично влилось бы в данное спортивное крупное мероприятие. Данная зарядка планируется 10 октября. И мы должны все красиво показать, встать. Организованно встать. Также эстетично красиво, чтобы все было гармонично по костюмам, по форме. Ну и красиво преподнести данное событие всей России. И данная зарядка, она будет проходить так же, как вот на день города. То есть, на площадке будет сформировано упражнение, доступное. То есть, в этот раз мы постарались сделать комплекс и для молодежи, и для, значит, более спокойного взрослого поколения. Также привлекли школу гимнастики, то есть, их направление, их подачу данного комплекса. И вместе, на мой взгляд, получилось очень неплохо. Всем понравилось, потому что все было просто, и у каждого это получалось. Чтобы вот все было не спонтанно, хотелось бы вовремя поставить в эфир упражнения, чтобы люди уже их знали. И когда они придут вместе, мы соберемся, как одна семья, и у всех все будет получаться. Все будут знать, что будет происходить на сцене, и то, что будет происходить внизу на Красной площади. Также хотелось бы, чтобы символизировала данная форма все-таки вот наши цвета, то, что присутствует во флаге, также в символике. А именно, оранжевый, который символизирует оптимизм, желтый цвет цвет, какие-то солнце. Впереди будет октябрь, и будут дожди. И вот это вот, чтобы солнечность, яркость, сочность данного, я говорю только о зарядке, которая будет с утра, чтобы все это было красиво, бодро, зажигательно. И чтобы осталось у всех в памяти, чтобы как было здорово в Чувашской Республике. Потому что данная зарядка вошла как в Книгу рекордов России, так и в Книгу рекордов Европы. То есть ее никто не повторил. А мы покажем, как это здорово проходит у нас, зажигательно и бодро. И может быть, а все-таки хотелось бы, чтобы другие регионы также бодро встречали день. Зарядка, безусловно, это огромная площадка, да? Какие площадки планируются еще? Что-нибудь о них известно? Конечно. То есть строится Ледовый дворец. Это гордость, это красивый объект. Обязательно покажется. Дальше стадион Спартак, новый комплекс, который построен, будет показано нашим гостям. То есть формирована настолько вот программа будет. То есть вот сейчас вот это утверждать рано, потому что все еще формируется. Но вот эти объекты, они уже видны. Действительно, можно достойно их красиво показать. Также покажутся спортивные достижения, как начинающих звездочек, спортсменов, так и мастер-классы по каким-то отдельным видам спорта. Ну, до октября есть еще время. Вот давайте подробнее поговорим о флешмобе, который будет 1 сентября. Что будет происходить в школах? Коснется ли это только города Чебоксар? Или это будет проходить по всей республике? Вы знаете, сейчас данный флешмоб проводится, наверное, везде. Мы этим гордимся, потому что заряд бодрости хочет получить каждый, и это стало модно. Это здорово, что при каждом каком-то крупном мероприятии или 1 сентября, или какой-то праздник, или день рождения проводятся данные зарядки. Ведь раньше, чтобы начинать с зарядки, обычно начинались показательные выступления, а сейчас все начинают с зарядки. То есть заряд бодрости, активности, все разминаются, и дальше уже идет праздник, если касается спортивных. Ну это здорово. Если брать районы, то 12-13 год нашей федерации был положен для того, чтобы провести семинары во всех физкультурно-оздоровительных комплексах. И там очень активные и тренера-преподаватели, и учителя по физической культуре, собирали очень много людей на семинары от 50 до 60 до 100 человек. И они активно, вот наш вид спорта, и также к нам приезжают и советуются, и отписываются. То есть наши двери всегда открыты. И у себя зарядку, допустим, на 1 сентября, если это будет дождь, то они будут в спортивном зале проводить. Зарядка либо в конце мероприятия праздничного, либо в начале. Она планируется практически везде. Дети переоденут в спортивную форму? Нет, они будут подарить цветы любимым учителям, значит, все, кто их обучает, кто участвует в их образовательной жизни. И дальше в конце, вот как я была в 59-й школе в прошлом году, было чествование всех спортсменов в школе. То есть они гордо выходили в медалях. И организовывался такой коридор всей школы, когда хлопали, и было гордо, гордость из школы, что есть по отдельным виду, не только по аэробике, там и плавание, там и футбол, и баскетбол. И дети гордо шли, пускай это будет первый класс или более старшее поколение. И дальше все вместе делали зарядку. То есть это завершающим этапом было. Вы знаете, дети настолько вот уже в классы, они пошли не утомленные данной линейкой, да, там вот этим всем сходянием, а приободренными. И их учебный год начался бодро. Вот очень важно, чтобы дети с раннего детства занимались спортом. Ваши дети какими видами спорта занимаются? С трех с половиной лета мы с мужем отдали детей в гимнастику. Потому что гимнастика, она дает ту основу, ту базу каждому ребенку по растяжке, по силовым качествам. Потому что ребенок рождается растянутым, с прямым позвоночником. Он даже не знает, какие навыки у него есть и как можно найти. Если он попал к хорошему тренеру, и тренеру его увлек, и он с удовольствием занимается и разрабатывает эти навыки, то это здорово. Дальше детки у нас пошли в садик. И здесь уже развиваем первое, это плавание. Потому что по физическим данным, ну мы, видимо, как специалисты, видим, что деткам нужно плавать. А младший у меня пошел в дзюдо только из-за того, что великолепный тренер. То есть он увлекает малышей, расталкивает их. И когда мы обращаем внимание обязательно, товарищи родители, чтобы ваши дети были где-то, не здесь не получилось, идите в другой клуб, идите к другому тренеру. Обязательно вы найдете своего тренера и своего, как бы тот вид спорта, который нравится и вам, и вашему ребенку. И ваш ребенок будет всегда здоров. Спасибо, Оксана. Я напоминаю вам, в студии мы говорили о предстоящем масштабном спортивном мероприятии «Россия. Спортивная держава». А в гостях у нас была Оксана Вербина, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской республики. Всего вам доброго, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»